здравствуйте добрый вечер телефон студии 737 7310 он появится на экране надеюсь 737 7310 это прямой эфир поэтому можете звонить задавать вопросы моему гостю с которой я познакомился буквально 30 минут тому это предвыборная программа мы постараемся сделать ее интересной мы постараемся сделать ее не не традиционно чтобы у нас не было такого явного явно предвыборных интонаций я хочу представить все-таки своего гостя это дмитрий дмитриевич радулов здравствуйте 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 еврей николаевич добрый день дорогие телезрители рад быть здесь ну что ж вот после того как вы со всеми поздоровались я хочу вас представить метод меч чиновник директор департамента экономической политики и стратегического планирования одесской областной государственной администрации казалось бы до достаточно высокопоставлены чиновник но баллотируется дмитрий дмитрий от партии слуга народа что несколько необычно хотя это и правящая партия но при этом при всем чиновников в ней не так уже много баллотируетесь вы в областной совет по приморскому району насколько я знаю на сегодняшний день я имею честь представлять интересы партии в приморском районе баллотируясь по приморском районе именно в областной совет скажите пожалуйста ваше участие выборов в качестве кандидата это решение партии или ваше я думаю что это было совместное решение в первую очередь конечно же мое решение личное как я его принял это тоже отдельный разговор естественно моего одного решения было мало для того чтобы представлять интересы партии в приморском районе баллотироваться от нее в областной совет поэтому партия тоже принимала решение на меня тоже смотрели меня тоже оценивали в конце концов наши решения сошлись моей партии и таким образом я сегодня баллотируюсь в депутат областного совета приморского района города одессы скажите вы действительно проходили к это праймерис и согласны ли вы с той ролью которая отведена вам если вас изберут а это не только роль партии которая сегодня находится у власти что плохо вообще партия который находится власти это очень сложно потому что к ней все претензии к ней давать удар вы рассчитывали на это вы понимали что это какая-то ответственность представлять партию власти в областном совете но в любом органе власти в принципе ну мой ответ будет представлен в виде двух блоков блок 1 я оставил себя на место кандидатов депутата другой партии я точно могу сказать что мне было бы легче потому что не будучи у власти будучи в оппозиции либо вообще просто в какой-либо другой партии всегда проще всегда легче критиковать легче находить какие-то изъяны какие-то недочеты какие-то недоделки переделки всегда проще всегда легче когда же ты находишься по другую сторону баррикады то бишь в партии власти данный момент тут уже сложнее ты несешь ответственность за каждое сказанное слово за каждое действие даже за взгляд иногда свой ты несешь ответственность ну сложнее сложнее но тем не менее я считаю что это правильный выбор и я считаю что то что я делаю так должно быть касательно праймериза до проходила я какой-либо праймериз отвечу на этот вопрос следующим образом я никогда не был в партии мой трудовой стаж фактически как чиновника да как вы сказали хотя так себя не позиционирую он составляет больше десяти лет я все десять лет не не я никогда не был ни в партии не состоял никогда никогда никакую партию не поддерживал открыто по крайней мере может быть про себя да но открыто никогда никого не поддерживал я всегда работал просто на результат я себя позиционирую как человек который просто работает на результат независимости от того кто президент кто премьер-министр кто глава областной администрации кто мэр города одессы и так далее и так далее всегда есть работа всегда есть какие-то вопросы какие-то проблемы у бизнеса у жителей одесской области и кто-то их должен разрешать кто-то должен работать руками иногда это сложнее чем просто давать команды поэтому по моему мнению праймериз я проходил последние 10 лет и и вот на сегодняшний день не знаю наверное прошел может быть не в полном объеме и нет предела совершенства я сто процентов могу это сказать что нет предела но думаю что прошел вы сказали что вы себя не позиционируйте как чиновник нет почему и у вас для этого за сегодняшний день на сегодняшний день по моему субъективному это мое субъективное мнение с каждым годом мир движется все быстрее все быстрее происходит изменения в том числе и в украине в том числе и в нашем обществе в потребностях общества в потребностях бизнеса изменения происходят с каждым годом все быстрее нужно успевать за этими изменениями нужно быть гибким иначе мы просто вот такое структурное подразделение как департамент экономической политики возможно просто будет ненужным необходимо быть актуальным необходимо оказывать те работы те услуги которые государственные услуги которые нужны людям нужны бизнесу а для того чтобы это делать постоянно нужно быть гибким чиновники в основном по моему субъективному мнению им сложно быть гибкими я же все эти все годы своей трудовой деятельности стараюсь быть гибким стараюсь нестандартно подходить к разрешению тех или иных проблемных моментов проблемных вопросов искать нестандартное решение потому что чаще всего они самые эффективные чаще всего если мы делаем то что мы никогда не делали мы понимаем видим цель то скорее всего это будет хороший результат просто нужно делать качественно делать я бы даже сказал отчаянно нужно делать свою работу изо всех сил отчаянно без отчаянности ну скорее всего результат будет далеко не тот который все желают видеть если вы делаете отчаянно задам вам сейчас другой вопрос но при этом если вы отчаянно делать и вы не опасаетесь что вас просто вы будете раздражать свое руководство и в конце концов от вас постараются избавиться потому что вы тот человек который вокруг себе создает такую ауру беспокойства бесконечного ну все таки я повторюсь и с этой точки зрения тоже нужно быть гибким а второе отчаянность ведь мало кого интересует каким образом мы достигли результата всех интересует сам результат а вот что было между точкой а и б чаще всего не интересно абсолютно никому в том числе и руководству ведь руководство ставить задачу но чаще всего на каких-то промежуточных этапах из-за нехватки времени из-за большого количества других задач эти промежуточные этапы не контролируются только в том случае если я уже акцентирую внимание то они контролируются в принципе в принципе отчаянно это делается или нет руководство это неинтересно главный результат поэтому то что вокруг меня может быть постоянно что-то происходит да какая-то волнение волнение действия но это вижу я это вижу видят те сотрудники которые со мной работают мои коллеги вот они это видят замечают наблюдают все остальные вряд ли я не думаю что так так дотошно все просматриваются к действия конечно хочется спросить о том как вы относитесь к руководству одесской области до попробуйте это на это ответить и не потому что вы не можете не имеете права вообще отвечать на это для того чтобы вас не подставить все-таки это ваш хлеб сегодня директор департамента но звучит звучит ваш департамент очень я бы сказал гордо департамент экономической политики и стратегического планирования несколько слов о стратегическом планировании что это значит для одесской области я приведу пример обывателя вы чё-то планировали на этот год предположим развитие экономической одесской области но в южных районах и все это знают нашей области произошло стихийное бедствие то есть совершеннейшее не урожай то есть действительно фермерам необходимо я говорю не только фермерным вообще населению необходимым действительно помощь во всех смыслах не говоря уже о том что вы помните и или зрители помнить что один из фермеров покончил жизнь самоубийством потому что не мог заплатить по и ну и так далее и тому подобное это не произвело большого впечатления на прямо скажем руководство страны у меня-то было такое в то время не знаю как позже но вот в вашем стратегическом планировании вот такая образовалась явно совершенно экономическая дыра что вы планировали что вы сделали для того чтобы закрыть эти проблемы которые сегодня несомненно на повестке дня учитывать и могли вы это сделать может вы не могли учитывая актуальность до злободневность данного вопроса последнее время его очень часто задают ну понятно куда нам нужно идти что нам нужно делать мое мнение по этому вопросу следующее есть для того чтобы скажем так обеспечить заслуга конечно очень сильно последствия мы еще до конца их не ощутили я думаю мы их еще ощутим чуть чуть дальше еще будут они проявлять себя я точно могу сказать что вопрос комплексный просто так вот одним действием в определенный промежуток там например за месяц или там за полгода в определенный промежуток времени вряд ли этот вопрос может быть разрешен я думаю что на это могут пойти несколько лет год-два-три вне зависимости от того будут дожди не будут дождей но уповать на один дождь не получается мы это видим зона бессарабия всегда считалось зоной рискового земледелия всегда именно поэтому там в прошлом столетии были заложены основы была отстроена мелиориативная система которая к сожалению на сегодняшний день полноценно не функционирует хотя она украдена чего вы так кокетничать я же должен быть гибким она полноценно не функционирует в течение последних 30 лет она не то что восстанавливаю сюда по части вы правы до большая часть наверное украдена по разным причинам по разным да по разным причинам не одним вором до эту систему необходимо отстраивать не просто так она была построена в прошлом веке второй момент это комплексный вопрос да мы не сможем за там полгода или за год даже отстроить эту систему это несколько это проект стоимостью несколько миллиардов гривен второй комплексный вопрос это зависит и от государства и от местной власти и от самого населения от менталитета наших жителей наших людей это лесопосадки они катастрофически вырубаются они тоже не просто так в прошлом веке были высажены да это была комплексная программа на несколько лет активно все это осуществлялось и на сегодняшний день опять же эти посадки необходимо высаживать отстраивать восстанавливать потому что это не только экология это и снега это и дожди это и отсутствие пылевых бурь которые в последними годами мы все чаще чаще видим их и несколько недель тому назад я сам своими глазами видел пылевую бурю в поле третий момент который я считаю может быть он не совсем связан напрямую с урожайностью там с засухой так далее но в области в государстве в области должна быть политики стратегического резервирования на сегодняшний день у нас есть проблемные моменты касательно резервирование зерна до стратегический резерв например зерна хлеба раньше к этому вопросу конечно подходили и в этом году тоже к этому вопросу подходили но на сегодняшний день он не разрешен до область не останется без хлеба в принципе для потребности области необходимо порядка полмиллиона тонн хлеба это зерновых и фуражной пшеницы и продовольственной пшеницы который идет на выпечку хлеба и на производство других хлебобулочных изделий полмиллиона тонн в области есть даже больше порядка одного миллиона мы ожидаем это конечно не те 3-4 миллиона которые были раньше но тем не менее зерно есть хлеб есть хлеб будет не так хорошо как прошлые годы но конечно намного хуже но не так хорошо и не будем столько продавать за границу ну в этом году вообще в принципе по стране ожидается порядка до семидесяти миллионов тонн 67 68 миллионов тонн по разным прогнозам за границу конечно же продаться потому что страна в принципе потребляет там около 20 до 20 миллионов тонн оставшиеся все уходит на экспорт поэтому не так много в прошлом году было все-таки я имею ввиду одесская область не не очень много заработает на это именно жители предприниматели сельскохозяйственники одесской области нет но портовая отрасль у нас была есть и не понятно это понятно хорошо я хочу вас спросить следующее знаете у нас избиратели вы же кандидат так у нас избиратели когда вы приходите к избирателям ну встречаетесь с ними на улице вам устраивает встречи или в каком-то дворе большом тонко комплексе они же задают вам один и тот же вопрос а что вы будете делать для нас и для нашего дома что вы собираетесь делать крыши подъезды вставлять окна так далее и тому подобное ну в стоянке там или что-то еще что жизненно так сказать бытовые нужды вы же идете в областной совет идете от приморского района это не ваша забота дома приморского района или дворы приморского района этим занимаются городские депутаты а теперь еще судя по всему будут районные депутаты до одесского района избираются вы так сказать на ступеньку выше у вас я бы сказал больше стратегические такие задачи вот какие стратегические задачи вы видите у следующего состава областного совета которые не были выполнены предыдущим до депутат детского областного совета я я я сам думал над этим вопросом чем бы я мог быть полезным жителям приморского района конкретно учитывая то что я баллотируюсь именно от этого района но в то же время у меня есть такое мнение что необходимо к этим вопросам подходить более глобально более комплексно ведь я сегодня имею честь возглавляет департамент экономической политики одесской областной государственной то есть я работаю на всю одесскую область до года дуна и так называется наша программа да я это 600 километров 600 и мы понимаем что есть вопросы которые они проблемные для города одесса например вот для города это проблемные вопросы мы точно понимаем что городская власть каким бы не был там отборным депутатский корпус каким бы не был там городской голова городская власть самостоятельно ряд проблемных вопросов которые существуют в городе одессе разрешить не сможет проблема там хаджбейской дамбы сложный вопрос но он Комплексный вопрос. И мы понимаем, что городская власть самостоятельно это не может сделать, потому что здесь должны участвовать в том числе и государственные структуры. Дорога, например, принадлежит службе автомобильных дорог Украины. Дорога, которая идет по дамбе. Есть вопросы по земле. Есть вопросы касательно вообще имущества. Чья это дамба? И этот вопрос городская власть самостоятельно не разрешит. Проблема Куяльницкого лимана. Это что же проблема города Одессы? Городская власть самостоятельно его не разрешит. Проблема Троицкой. Пожар. Здание в центре города. Это областного подчинения. Оно государственного подчинения. Собственников там три. И государство, и город, и область. И поэтому это тоже вопрос. Он будет решаться в том числе и на областном уровне. А областная детская больница, это сегодня огромная проблема, которую большое количество раз к этой проблеме делали подходы разные власти, но к сожалению до сегодняшнего дня проблема комплекса не разрешена, но областная детская больница, она нужна всем, как жителям Кодымщины, Балщины, так и жителям Болградского, Белгороднестровского и других районов, и в том числе Одесситам, городу Одессе. И жителям Приморского района эта больница тоже нужна, ведь сегодня тот комплекс, в котором прибывает, это областное учреждение, не городское, это областное учреждение, фактически они прибывают в здании, которое в прошлом было общежитием, хотя мы знаем, что подведены, выделен участок, подведены все коммуникации, есть уже котлован, вырыт и заложен фундамент нового корпуса, то есть необходимо этот вопрос дальше продолжать его разрешение. Я имею ввиду сейчас то, что я представляю интересы всей области, всех жителей, и я стараюсь не отвлекаться, ну скажем так, это громко сказано, отвлекаться, свое внимание уделять не просто там какому-то одному дому, да, многоквартирному, у которого есть свои проблемы, есть глобальные комплексные проблемы, которые необходимо разрешать, но я точно знаю, один человек это самостоятельно не сделает, это должна быть команда обязательно, и не обязательно команда по партии, есть большое количество единомышленников в этих вопросах, да, они представляют другие партии, но вот в том-то и дело необходимо находить консенсусы, объединяться и разрешать эти проблемные вопросы, потому что это эти решения, которые будут приниматься, это с видом на будущее, на 10, на 15, на 20, на 30 лет вперед, это важно, это комплексные моменты, поэтому, да, может быть, это нелегко, это сложно, это не за месяц, не за полгода, но кто-то это должен делать, руками, не просто решение принять, необходимо идти и руками это делать. Ну что ж, у нас осталось немножко времени, я хочу вас вот о чем спросить, все-таки вы же идете по городу, депутаты, по городу, а областной собственности в городе очень много, вот областной собственности, вы это знаете, ну практически все театры, все театры, кроме оперного, все принадлежат одесскому областному управлению культуры, ну облдержадминистрации, в рамках облдержадминистрации, учреждения культуры, дворец студентов, который когда-то был дворцом студентов, сейчас и Дзержинска вообще он был, ну в общем достаточно много, эта собственность, как правило, находится в состоянии не очень, мягко говоря, хорошем, ну вы знаете, украинский театр ремонтируется уже много лет, по-моему достаточно много лет, тот же детский театр ТЮС находится в ужасном состоянии, просто в состоянии, когда детей туда, ну довольно сложно, прямо скажем, с опаской можно водить, ну не говоря, я могу перечислять долго, очень много, самой ценной недвижимости, так сказать, основные фонды, сможете ли вы буквально за год, за два, за первые годы, не обещая на всю каденцию, а большинство этих объектов восстановить и привести в то состояние, когда они будут украшением нашего города, я понимаю, что это сложный вопрос, но настаивать будете ли вы на том, чтобы вот эти объекты, о которых я говорю, и еще многие, стали действительно украшением города, а не его бедой? Нужно просто ставить цели и делать это, вы затронули сейчас именно тему культурных объектов, нации без культуры быть не может, государство без культуры быть не может, это будет просто территория, это глубокий вопрос, и это тоже вопрос с видом на будущее, мы воспитываем поколения, к сожалению, последние два поколения есть как яркие представители положительные, так и яркие представители отрицательные, и чем ниже будет уровень развития культуры, в том числе, чем хуже будет состояние таких культурных объектов, которые вы сейчас назвали, тем все больше и больше в следующих, последующих поколениях у нас будет больше представителей негативных, чем больше представителей позитивных. Ваше отношение к языкам, к существованию языковой проблемы, которая, я не буду говорить свою оценку, потому что если я вам скажу, что по-моему это такая, ну в общем предвыборная такая шумиха, это понятно. А ваше отношение? Отвечу так. Я знаю в совершенстве, фактически в совершенстве три языка. Это русский, украинский, болгарский. Я знаю со словарем французский язык. Я сегодня изучаю английский язык. Да, прямо сегодня я изучаю английский язык. Сколько языков ты знаешь, сколько раз ты человек. Мне абсолютно не принципиально, на каком языке разговаривает человек. Единственное, учитывая деловую этику и тактичность, я считаю, что если человек задает мне вопрос на украинском языке, то я должен отвечать на украинском языке. Если задали мне вопрос на русском, то на русском. Конечно, если это будет итальянский или какой-то другой, я конечно же принесу свои извинения и попрошу все-таки на доступном для меня языке выразиться. Но мне не принципиально, какой это будет русский, украинский, а иногда и болгарский. Ну что ж, заканчивается наше время. Вот ваша камера. Пожалуйста, несколько слов. Украинскую мову сначала. По поводу того, голосуйте за меня. Такое дело. Я точно, я звертаюся до всех телеглядачей, я звертаюся до абсолютно всех выборцов. Перше, до чего я закликаю, просто 25 жовтня прийти на выборчие делянки и реализовать свое конституционное право. Я прошу всех не относиться к этому безразлично. Это важные моменты. Просто призываю именно прийти и реализовать свое конституционное право. За меня это будет, либо за кого-то другого. Это ваше право. Я вас просто прошу прийти и реализовать его. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Дмитриевич Радулов. Кандидат депутата Одесского областного совета. Это областной совет. Это какой-то третий листик или второй листик? Это будет, я не знаю, какой он будет, второй или третий. Это будет голубой. Голубой. Голубой цвет. По Приморскому району города Одессы. Мы в заключение хочу напомнить. Не забудьте, пожалуйста, маски и свои ручки. Берегите себя, берегите, соблюдайте дистанцию и все правила голосования, которые будут указаны, естественно, на избирательном участке. Итак, Дмитрий Дмитриевич Радулов, областной совет. Вы уже поняли, какой бюллетень заполнять. Нужно ставить циферку. Партия номер 7, партия «Слуга народа». Кандидат номер 2, Радулов Дмитрий Дмитриевич. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова